В этом видео я мщу за Ваську и Жорку, рисую очень маленькие глазки и по лекалам делаю камуфляж. Всем привет, с вами Даша, я рада видеть вас на моем канале. И сегодня мы будем окрашивать Ла-5 от звезды. Модель уже обезжирена и готова к работе. Так что, приступаем! Скоро Новый год, и в преддверии праздников звезда выпускает две новинки, которые уже попали в мой выпуск новостей модельного мира. Это легендарный штурмовик Ил-2 и новейший российский бронеавтомобиль Тайфун-К, который уже успел засветиться в Сирии. А Новый год – это время подарков, и в том числе и самому себе. Сделав предзаказ на эти модели в Я-моделисте, вы получите дополнительные плюшки. К Ил-2 идут фигурки пилотов, ревитор для обшивки и окрасочные маски. А к Тайфуну идет глушилка-джаммер и декаль с регистрационными знаками вооруженных сил Российской Федерации. И плюс приличная скидка на допы от Миниарма, которые помогут сделать вам супер детализированную модель. Так что ссылочки будут в описании. А начну я по традиции с грунта. Это очень важный момент практически любой окраски, как и обезжиривание. Да, я все еще использую серый грунт от фирмы ZIP. Кстати, пока я работаю, я буду вам рассказывать о том, как немцы испытывали и оценивали летные характеристики самолета Ла-5. Всегда интересно, как враг оценивал наши боевые машины. Ведь в стане Люфтваффе воевало немало результативных летчиков, а немецкая авиастроительная промышленность славилась конкурентоспособными машинами. Так что пока я буду работать над Ла-5, я буду вам рассказывать, как немцы испытывали нашу машину. По традиции наношу пришейдинг. Черной краской наношу тени там, где они были бы на самом деле. В авиации этот момент особенно важен, ведь у самолета много плоских поверхностей. И если не сделать грамотно тени, то модель будет смотреться очень скучно. А я этого не хочу. Осенью 1942 года на одном из участков советско-германского фронта гитлеровские летчики впервые встретились с незнакомым истребителем противника. Он был оснащен двигателем воздушного охлаждения. И внешне напоминал хорошо известный И-16, поэтому нацисты назвали его Ноэрата – новая крыса. Крыса – название, присвоенное фашистами истребителю И-16 в ходе гражданской войны в Испании и получившее широкое хождение во многих странах. Вскоре, однако, выяснилось, что этот самолет лишь внешне похож на Ишака, но боевые качества имеет значительно более высокие. В 28 воздушных боях против летчиков 49-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии, где новые машины проходили высоковые испытания, немцы потеряли 16 своих самолетов. Так состоялось первое знакомство Люфтваффе с истребителем Ла-5, созданным в КБ имени Лаочкина. В тех боях новый самолет был еще очень сырым и представлял собой не что иное, как Ла-3 с двигателем М-82. Исходя из внешнего сходства самолетов, немцы по-своему определили его тип как Ла-5. Они сразу же задались целью добыть хотя бы один экземпляр самолета для всестороннего изучения на земле и в воздухе. Теперь я наношу голубой цвет на нижнюю поверхность самолета. Такой цвет я получила смешиванием разных оттенков серого и голубого от Pacific. У Ла-5 есть характерная полукруглая линия перехода между нижней и верхней частью самолета. Чтобы ее получить, я делаю маски из малярного скотча. Сами маски я вырезаю по лекалам. Лекала это такой чертежный инструмент, как бы кривые линейки, чтобы чертить на чертеже плавные кривые линии. У меня они, кстати, остались от школьных уроков кройки и шитья. Вполне вероятно, что Абвером прорабатывалась операция по угону самолета прямо с аэродрома, но положительных результатов, очевидно, она не дала. Не исключалась и возможность захвата самолета прямо на аэродроме во время наступательных операций вермахта. Но такой случай не представился. Все-таки конец 1942 года это не лето 1941, а после катастрофы под Сталинградом на этот вариант вообще не приходилось рассчитывать. Существовала определенная надежда получить самолет в результате воздушного боя, отбив его от группы и принудив к посадке. Однако новые лавочкины поступали в первую очередь в части, где воевали опытные летчики, с которыми подобные фокусы не проходили. Гитлеровцам приходилось довольствоваться лишь сбитыми ла-5, упавшими на занятую ими территорию, но те годились в лучшем случае лишь для изучения отдельных агрегатов, а о полетах на них не могло быть и речи. Окрашиваю в базу верхнюю поверхность самолета. Я использую для этого светло-серый цвет от Pacific. Главное задуть так, чтобы не закрасить черный пришейтинг. И вроде у меня стало получаться намного лучше, но оттенок мне не очень понравился, он вышел чересчур светлым. Поэтому я воспользуюсь фильтром, чтобы немного затемнить цвет. Но летом 1943 года немцам невероятно повезло. Не дотянув до своих, совершил вынужденную посадку незначительно поврежденной ла-5, да не обычной, а новейшей ла-5 FN. О судьбе летчика сведений нет. Машина была отремонтирована и подвергнута всесторонним испытаниям в научно-исследовательском центре Люфтваффе. Проводил их летчик-испытатель Ганс Вернер Лерхе. А теперь я прочитаю данные из его отчета. Ла-5 представляет собой значительный прогресс в летных и эксплуатационных характеристиках по сравнению с ранними советскими истребителями. Особого внимания заслуживают его данные на высотах до 3000 метров. Но максимальная скорость на всех высотах ниже, чем у германских истребителя. Наилучшая скороподъемность у Земли сравнима с показателями Focke-Wulf 190 и BF109. В наборе высоты и вираже на высоте до 3000 метров ла-5 FN близок к Focke-Wulf 190. При крейсерской мощности двигателя мала дальность и продолжительность полета – 40 минут. Во время полетов на высоте включать форсажи запрещается, так как проходное сечение воздушного канала дросселя недостаточно для достижения максимальной мощности. Самолет был полностью пригоден к эксплуатации. Его налет неизвестен, но машина уже служила некоторое время. Отделка всех поверхностей, особенно крыльев деревянных, хорошая. Рули и предкрылки выполнены очень тщательно. Теперь я делаю из того же малярного скотча маски для камуфляжа. Тут я просто острым ножом вырезаю немного кривые грани камуфляжа. Наношу эти маски на модель и задуваю темно-серой краской камуфляжные пятна. Взлет. В ходе взлета мощность двигателя несколько колеблется, но в допустимых пределах. Хвост следует поднимать медленно и не слишком рано. Малый зазор от винта до земли затрудняет пилотирование. Ускорение на разбеге хорошее, а взлетная дистанция с отклоненными на 15-20 градусов закрылками относительно коротка. Ввиду отсутствия указателя положения триммеров, особое внимание следует обращать на правильность их взаимного соответствия на рулях высоты и поворота. Окрашу винт, кок и алюминиевым цветом элементы передней части самолета, а также поработаю над шасси самолета. Окрашу стойки и шины. Устойчивость и управляемость. Продольная устойчивость на полетных углах атаки при любом положении шасси и закрылков неожиданно хороша, даже во время набора высоты на форсаже. Усилия на ручке управления нормальные. При выполнении глубоких виражей усилия значительно возрастают, но остаются положительными. Для выполнения установившегося разворота необходимо работать педалями, чтобы держать нос по ветру. Статическая путевая устойчивость и эффективность руля направления обычно удовлетворительны, но резко падают на малых скоростях полета. Динамическая путевая устойчивость слабая, затухания, колебания и рыскания не удовлетворительны. На скорости 450 км в час и высоте 200 метров период колебаний составляет около 3 секунд, причем летчик не может подавить их за более короткое время. Наведение пушек на цель очень простое. На отклонение руля направления самолет реагирует плавным подъемом, либо опусканием носа, но это не является проблемой. Колебания типа голландский шаг могут быть легко подавлены легким движением руля направления. Пока камуфляж сохнет, я займусь окраской пилота самолета. Это очень мелкая фигурка, да и фонарь кабины ее почти полностью закроет, так что особо за результат я беспокоиться не буду. Но воспользуюсь фигуркой как лишней тренировкой по краске миниатюр и буду тренироваться делать глаза. И по-моему они даже получаются у меня симметричными, даже на таком мелком масштабе. Вообще, наверное, тут дело в кисточке, в нее должен быть тонкий и упругий кончик. Продолжу читать отчет немецкого эксперта Ол-А5. Эффективность элеронов выдающаяся. На скорости 450 км в час полный оборот выполняется менее чем за 4 секунды. На скорости 600 км в час усилия на элеронах становятся чрезмерными, но можно прибегнуть к помощи быстрых воздействий руля направления. Характеристики спаливания. На крейсерской мощности двигателя при убранных шасси и закрылках выпуск предкрылков происходит на скорости 200-210 км в час. При дальнейшем снижении скорости уменьшается эффективность элерона. При достижении 180 км в час демпфировать крен становится затруднительно, а в случае полета со скольжением либо при продолжительном торможении самолет валится на крыло. При убранном газе и выпущенных шасси и закрылках подобные реакции имеют место быть на близких скоростях. Если летчик продолжает тянуть ручку на себя, самолет выходит на максимально достижимые углы атаки и валится на крыло. При выполнении крутых энергичных разворотов срыв потока на крыле приводит к аналогичным результатам, но нехватка элеронов ощущается отчетливее и на значительно больших скоростях. Подобное происходит, например, на высоте 2400 метров и скорости 320 км в час при выполнении полного виража за 30 секунд, перегрузка 2,6G, а также на меньших скоростях и больших перегрузках, но при выпущенных предкрылках. После нанесения глянцевого лака нанесу декали на модель. Лак упрощает процесс корректировки положения декали на модели, не повредив ее. Декали в наборе не очень хорошего качества, поэтому я вырезаю их по контуру. Мне понравилась надпись про Ваську и Жору, поэтому я нанесу ее на фюзеляж. При вынужденных резких движениях элеронами имеется неприятная тенденция ухода ручки в сторону вращения самолета. Однако, благодаря запасу по углу атаки перед срывом после выпуска предкрылков, это явление не опасно. На высоте 2400 метров и крейсерской мощности двигателя наименьшее время полного виража без потери высоты составляет 28-30 секунд. На высоте 1000 метров и форсирование двигателя полный вираж выполняется за 25 секунд. Теперь время смывки, и тут я воспользуюсь черной. Если у вас есть сомнения, какой цвет смывки выбрать для конкретной модели, то берите черную. Она универсальна почти во всех случаях жизни. Посадка. Снижение на скорости ниже 200 км в час возможно только с использованием мощности двигателя. Во время выравнивания подъемная сила крыла существенно возрастает, поэтому следует обращать особое внимание на балансировку самолета. Выполнение посадки на три точки не составляет труда. Если это не удается или грунт неровный, то удержание машины на пробеге становится затруднительным. Ситуация усугубляется неравномерным торможением колес. Самолет может клевать носом или козлить. Ввиду ограниченного расстояния до земли, особой опасности подвержен винт. Срыв потока на каком-либо крыле во время руления не представляет опасности, благодаря широкому расположению колес шасси. При сильном боковом ветре площади руля направления недостаточно для удержания самолета на полосе. Однако в этой ситуации можно прибегнуть к помощи тормозов колес. Теперь стальной краской при помощи губки наношу сколы краски, особенно в тех местах, где пилот залезает в кабину. Выводы по тактике и рекомендации. Ввиду достоинства своего двигателя, La 5 FN лучше приспособлен для обоя на малых высотах. Его максимальная скорость у земли лишь незначительно меньше, чем у Focke-Wulf 190 и BF109 на форсаже. Разгонные характеристики сопоставимы. La 5 FN уступает BF109 по скорости скороподъемности на всех высотах. Эффективность элеронов La 5 FN выше, чем у F109. Время виража у земли меньше. После нанесения матового лака я наношу следы встречного потока воздуха на самолет. Для получения такого эффекта я воспользуюсь методом масляных точек. Русский истребитель превосходит по скороподъемности Focke-Wulf 190 вплоть до высоты 3000 метров. По причине своего большого веса 109 несколько уступает и в разгонных характеристиках. Но благодаря ему же выглядит лучше на всех маневрах с пикированием при боевом развороте на высоких скоростях. Окрашу зеленым и красным сигнальные огни самолета. Из своего волоса я делаю расчалки. Просто отрезаю нужной длины и клею на самолет. Хотя эта процедура не из легких. Лишнюю часть расчалки обрезаю маникюрными ножницами. Здесь они очень удобны. Осталось посадить пилота в кабину и закрыть его фонарем. Но фонарь не закрывается и мне придется обрезать у пилота попу. Результат этой операции на готовой модели не будет видно. Вот и все, самолет готов. Да, сама модель очень древняя, но тут есть в принципе над чем поработать и опытному моделисту. А у меня получилось вот так. Не идеал, конечно, зато я получила большое удовольствие при работе над моделью. Надеюсь и вам понравилось. Увидимся в следующем видео на следующей неделе. Так что до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok